Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о своей плетистой розе, которая называется Амадеус. Плетистые розы уже давно и прочно вошли в нашу жизнь. Мы даже не представляем без них наши сады. Роз очень много плетистых, но вот ярко-красные всегда вызывают особый восторг. Вот одной из таких роз является роза Амадеус. Роза эта молодая, сорт появился только в 2003 году. Это роза Кардес. Посмотрите, какие у него цветы. Утонченные и элегантные. Бутоны, они не красные, а как бы даже ярко-малиновые. Лепесточки у этой розы имеют бархатистую поверхность. Лепестков немного. В каждом бутоне их примерно 40. На каждой кисти плетой плетистой розы 6 или 10 бутонов. Когда распускается, то кисть получается очень пышной, очень яркой и ароматной. Эта роза имеет запах. Запах немножко сладковатый, приятный. Немного с фруктовыми нотками. Цветет эта роза несколько раз в год. Первое цветение, вот сейчас вы видите, в конце мая. Это на юге. Более севернее это может быть цветение в июне. И продолжается это цветение около полутора месяцев. Потому что посмотрите, сколько на ней бутонов. Она будет распускаться, распускаться и распускаться. А вот между вторым цветением и первым цветением бывают одиночные цветы. Поэтому эту розу редко можно увидеть нецветущей. Вот и получается, что Амадеус все лето цветет. И украшает наш сад, наш двор, вашу арку. Все то, где бы вы его ни расположили, украшает все лето. Какой размер куста? Вот посмотрите, высота куста на юге не бывает меньше 3 метров. 3 метра вырастает точно. Если в других районах более северных, возможно, она будет 2-2,5 метра. А в ширину до 2 метров. Посмотрите, я укладываю каждую ветку немного полога, чтобы она не вертикально росла. И тогда из нее в каждом междоузле вырастает росток с множеством веток. Вот такая вот цветочная кисть вырастает. У нас на юге я все розы сажаю в зиму, потому что весной резкая жара, сушь, и поэтому роза может погибнуть. А вот осенняя посадка, мягкая зима, и тогда весной она засветет. Кусты розы Амадеус нуждаются в обрезке. А побеги это растение дает очень мощные, очень толстые. Если вы решили посадить эту розу без опоры, то она прекрасно будет себя чувствовать без опоры. Она выдержит все свои цветы. Но если вы ее закрепили на арку или на какой-то забор, лишняя опора ей тоже не помешает, потому что цветов у Амадеуса очень много. Что касается характера роста этой розы, то хочу сказать, что эта роза не капризна. Правила ее выращивания очень несложные. Вот чтобы куст хорошо принялся, чтобы он радовал цветением, чтобы у него был хороший рост, достаточно соблюдать несколько правил. Во-первых, это основное правило. Нужно выбрать правильное место для посадки. Оно может быть солнечным, но оно может быть и в полутени. Она должна проветриваться, то есть не должна в густых зарослях расти, но без сквозняков. При недостатке света она тоже будет расти, но свисти будет гораздо меньше. Какая ей нужна почва? Рыхлая, водопроницаемая. Можно добавить немного тяжелой глины. Время от времени рекомендую вносить извист, поливать извистком молочком. Да, чуть не забыла сказать, что размножается эта роза очень легко. Можно ее размножить при помощи черенков, отводков. И сохраняются все свойства этой розы, все ее характеристики. Ее нельзя назвать капризной, нельзя назвать требовательной. Она нуждается в достаточно простом уходе. Очень не сложно даже начинающим садоводам ее вырастить. Конечно же, все розы любят полив. И Амадеус в этом случае не является исключением. Поливаю я его один раз в неделю, но достаточно обильно. А при засушливой погоде, когда очень жарко и сухо, я поливаю два раза в неделю. Я все-таки посадила ее на опору, на арку. Считаю, что так ей будет лучше и легче выдерживать вот это обилие цветов. У нас на юге роза не нуждается в укрытии. А вот в холодных регионах с морозными зимами, там, наверное, нужно будет обеспечить качественную теплоизоляцию. Побеги можно оставить на опоре, а можно снять, зафиксировать возле грунта, укрыть лапником, плотной пленкой. Даже при легком укрытии куст способен выдерживать очень серьезные морозы. Ну, примерно 30 градусов мороза этот куст выдержит. Я, как всегда, рассказывая о каком-то растении, говорю об его положительных и отрицательных особенностях. Ну, вот из положительных особенностей я бы выделила очень обильное цветение. Она цветет на протяжении сезона практически без перерыва. Положительной чертой я еще считаю то, что окраска лепестков у нее сохраняется. Вот у нас сейчас очень жарко, но невзирая ни на дождь, ни на солнце, цвет этой розы остается вот таким же ярким. Она прекрасно растет и в полутени. Она хорошо укореняется, она хорошо приживается. Она цветет сразу же в первый год после посадки. И еще очень положительное качество то, что она очень стойкая к заболеваниям. Вот эта высокая стойкость к распространенным заболеваниям, таким как черная пятнистость, мучнистая роса. Ну и, конечно же, эта роза замечательно смотрится в композициях. И в дополнении с другими цветами, и в качестве самостоятельного элемента. Можно, наверное, сказать, что недостаток заключается в большом количестве острых и густых шипов. Вот это единственный момент, который может огорчить немного садовода. Ну и если ваша роза не цветет, то тогда обратите внимание на освещение вашего участка этой розы. Посмотрите, может быть, вы не кормили, а она находится в недостаточно богатой почве. Может быть, действительно завелся какой-то вредитель или роза заболела. Может быть, вы розу просто-напросто давно не стригли, не обрезали, не удаляли старые побеги, и поэтому вы не получили яркого цветения. Может быть, ее стоит пересадить в другое место, где она очень обильно зацветет. Любая проблема решается легко и быстро, если, конечно, вы ее вовремя заметите. Если вы своевременно примите меры, то роза обязательно отблагодарит вас за заботу о очень обильном цветении.